Местные власти всегда, как говорят в народе, держат руку на пульсе событий, касающихся благополучия вынужденных переселенцев. В который раз это доказывает очередное заседание рабочей группы в исполнительном комитете. Члены рабочей группы рассматривают поступающие нужды и просьбы на горячую линию и по возможности стараются их решить. Обратился на урядово-горячую линию переселения с востока Украины, который на данный момент проживает в санатории Сен-Этати. Он инвалид первой группы. Не оставляют без внимания переселенцев и работники социальной службы. Как стало известно, на данный момент в санатории Сен-Этати проживает 171 человек, 33 ребенка и 72 с ограниченными возможностями. Начинаем наше работное управление в составе, вместе с управлением пенсионного фонда, с территориальным центром, выехали в санаторий Сен-Этати с целью объяснить людям изменения, которые произошли в законодательной базе и предоставить им разъяснительные консультации по поводу их прав. Все люди, которые обращаются с разъяснениями, с вопросами, с любыми другими требованиями, получили конструктивные ответы. На сегодняшний день у нас есть переселенцы, которые имеют претензии, но претензии не касаются работы наших органов. Есть претензии к руководству санатория. Руководство санатория – это предприниматели, они юридические лица, они ведут свою хозяйственную деятельность на территории высокого совета, поэтому вмешиваться в их хозяйственную деятельность мы не имеем права. За время пребывания на территории Белгороднестровского, а также за его пределами, многие переселенцы нашли себе работу и устроили детей в детские сады и школы, но не все. Некоторые активно продолжают требовать оказать им адресную помощь, при этом являются вполне трудоспособными. Обращение появится из числа переселенцев, которое написало обращение к губернатору Одесской области, временно проживает в городе Белгороднестровске, она обращается к губернатору с просьбой назначить ей адресную помощь. Женщина является трудоспособной, согласно законодательству, которое регулирует взаимоотношения между предоставлением государственной помощи и получателем государственной помощи, она не имеет права на адресную помощь, поскольку она является трудоспособной, она имеет право трудоустроиться, дается полгода для того, чтобы человек трудоустроился. То есть первые два месяца человек, если нет трудоустроиться, становится на учетках внутренне перемещенное лицо, она имеет право получать адресную помощь первые два месяца по 442 гривне. Вторые два месяца помощь уменьшается на 50%, она получает 221 гривне. И третьи два месяца, если нет трудоустроиться, то она вообще ничего не получает. После чего, по истечении полугода, в случае, если она нет трудоустроилась, она вообще не имеет права ни на какие-либо годы. Она на сегодняшний день жалуется, что ей не выплачивают адресную помощь. Согласно законодательству, адресная помощь, как лицу из внутренних перемещенных лиц, она на нее не имеет права. Вот так, когда одни пытаются устроить собственную жизнь вдали от родного дома, некоторые люди даже не прикладывают к этому и малейших усилий. Но до тех пор, пока вынужденные переселенцы будут проживать на территории Белгороднестровского, члены рабочей группы будут следить за их судьбой.